Слава Богу, братья и сестры, Господь дал нам это еще время прийти сюда вместе и прославить Его имя. Мы только праздновали Новый год, и размышляя о том году, что прошел, Он нас, можно сказать, много научил, и много чего случилось в том году. Одно, что этот год нас мог научить, это что, если у нас есть планы, мы должны готовы быть их изменить. Если мы думаем, что все будет так же самое, как раньше было, то Господь этим годом, Он показал нам, что Он может все поменять в один момент. Мы прошли очень интересное время, что даже были моменты, что в церкви нельзя было собираться, были моменты, что нам нужно было закрывать наши двери, и мы шли в прямой эфир. И слава Богу, что мы могли все равно служить один одному, хотя бы так. Мы не могли быть вместе здесь, но мы все равно имели эту возможность слышать Господнее Слово, слышать пение. Мы могли назидаться, но все равно такой вопрос восстает, что а если так само будет, но они отключат интернет, или что-то случится, что нам нельзя будет передавать служение, нельзя будет слушать проповеди чьи-то, что будет тогда? Готов ли я понести мою семью? Готов ли я понести себя к Богу дальше? И вот в этом году, когда все закрылось, и нам нельзя было собираться, когда мы собирались вместе, много было свидетельств. В нашей церкви много было свидетельств о других церквях. Даже в Калифорнии делали интервью, и они разговаривали про свидетельства, и что происходило, когда они были закрыты. И было такие два свидетельства. Одно свидетельство было, что вот это время, когда мы были закрыты, мы с семьей, мы собирались вместе, мы молились, мы читали Писание, и мы вникали в него, и мы возрастали к Богу и прославляли Его. Это хорошо и слава Богу. Второе свидетельство было, что вот это время, оно показало мне, что я не готов нести служение в своем дому с моими детьми, с моими родственниками или с моими близкими. И вот это, оно дает нам задуматься, что мы не знаем, что будет в этом году. Мы не знаем, если будут новые законы или будут закрывать церкви опять. Мы не знаем, что будет и с всеми сайтами, где мы можем слушать проповеди, песнопения. Мы не знаем, что, как ведет. Но одно, что мы знаем, что мы должны быть готовы нести служение в наших домах. И про это я желаю поговорить, что нести это служение, чтобы родители или старшие в доме, они стали на то правильное место, и они были готовы нести то служение в своем доме. Давайте откроем, это будет притча, 22 глава, 6 стих. Здесь написаны такие слова. «Наставай юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Мы знаем, что книга притчей – это книга поучительная. Она учит нас и говорит нам, что если ты будешь поступать так, так будет. Если ты будешь с друзьями, с такими людьми, с тобой такое будет. И здесь тоже научает Писание, как жить в доме, как иметь дисциплину и с детьми. И вот эти слова, что здесь написано «наставь юноша при начале пути его». Вот один такой вопрос, для кого это пишется? Как я понимаю, это пишется для родителей и особенно отцов. Потому что, когда мы читаем Писание, большое ударение дается на отца или на мужа в доме. И если мы берем это слово и мы говорим, ну, сейчас хорошее время, мне можно приходить в церковь, я могу здесь быть, там есть различные служения. И, к сожалению, вот это и случилось, что большое количество людей, они просто расслабились. Они приводят своих детей на молодежные служения, на подростковые, на детское служение. И они туда приводят, говорят, все, вы там с ними занимайтесь, это ваше служение. Потом давайте их назад к нам домой, и все будет хорошо. И они будут христиане, они будут возрастать в Боге, и все прекрасно, потому что они в церкви. Нет. Церковь – это для того, чтобы помогать нам жить правильно перед Богом. Она не делает всю работу для нас. Мы здесь не делаем всю работу для всех, чтобы мы полностью возрастали. Нам нужно это делать в наших домах. Я так подсчитал, что в церкви за неделю времени мы собираемся здесь где-то 10 часов в неделю. Может, немножко больше, может, немножко меньше. И давайте подумаем, что можно за 10 часов в неделю, эту целую неделю, мы можем вложить в себя, чтобы этот огонь горел, и нам была эта сила, чтобы восстать против дьявола всю нашу жизнь, всю эту неделю дальше. Не можно так. Нам ежедневно нужно вкопаться в Писании, нам ежедневно нужно быть готовыми отвечать за свои поступки и отвечать, как мы живем перед Богом. И, братья и сестры, как здесь написано, что наставь юноша при начале пути его. Давайте подумаем, если в нашем доме так происходит, что наши дети не слышат, как мы разговариваем про служителей или других членов церкви, и идут негативные слова этих людей. Эти дети, они как губка, они все в себя впитывают, и они уже имеют эту картину этого человека. Они тоже самое будут подступать с этими людьми. Ну, а если мы будем говорить, знаете что в своем доме? Да, там обидели меня, там неправильно сделали, там что-то повели не так. Но я буду поступать, как по Писанию. Написано, молись за них, пасись за них, благословляй их. И мы это делаем в наших домах. Дети и наши близкие это видят, и они видят эту картину христианства. Они видят, что мы не только проповедуем или говорим про Писание, но мы им живем. И вот это, что Господь, Он желает от каждого из нас. Много шло и идет пророчество, и Господь нас предупреждает, что будут времена тяжелые. Для церкви. И вот этот год Он показал нам, что может случиться вкратке. И мы должны быть готовы, чтобы мы могли нести служение, чтобы мы могли идти и дальше прославлять Господа, если нам нельзя будет вместе здесь собираться. И давайте еще откроем. Это будет от Луки 11 глава. 11 стих, и ниже здесь написаны такие слова. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него». Здесь идет речь о том, какой хороший наш Отец Небесный. Но здесь интересно идет параллель. Он говорит, что мы, что есть на земле отцы, есть Отец Небесный. Что если отцы здесь на земле, и Он называет нас злыми, потому что в нас есть грех, а Он совершенный. Но мы все равно даем хорошие подарки, мы даем хорошие, мы желаем самые лучшие для наших детей, то как нам больше Отец Небесный желает для нас. Если мы просим у Него что-то хорошего, и Он видит, что это будет хорошо, и будет приносить блага для нас, и будет приближать нас к Нему, Он это будет давать. Но идет еще другая параллель, что здесь оно берется, Отец земной, в пример Отца Небесного. И мы можем увидеть это тем, что мы отцы в нашем доме, мы показываем, кто такой Отец Небесный, потому что Он несет имя Отец так же самое, как и мы. И я желаю сказать одно свидетельство, это есть одного проповедника Дерек Принц. Он говорит так, он покаялся в армии, и прошло много лет в его жизни, он уже имел служение, он уже вел миссию. Но пришел момент, когда Господь просто работал над ним так, что он мог посмотреть на Отца Небесного и увидеть Отца, какой описывается в Писании. Он говорит, почему так меня долго заняло, чтобы увидеть Отца Небесного так? Он говорит, потому что мой Отец здесь на земле, он был очень строгий, он был эмоционально, он был далекий от всех нас. Он просто, когда мне было сколько-то лет, он меня в раз в школу сдал и больше ко мне ничего не имел. И он говорит, вот эта картина так меня эффектировала, что я не мог видеть Небесного Отца, как любящего Отца, Отца, какой будет готов меня выслушать, помочь мне. Я этого не видел. И это дает картину и показывает то, что мы, Отцы, мы можем такое же самое поставить пред нашими детьми. Мы можем поставить это для ихнего спотыкания. И если мы так и делаем в нашей жизни, мы должны быть готовы, что это принесет плод в жизни наших детей. И, братья и сестры, так как мы видим, как тот год прошел, и как я говорил, что мы не знаем, как будет дальше, нам нужно быть готовыми, чтобы мы могли нести это служение в наших домах и показывать христианство, показывать Библию через нашу жизнь, чтобы наши дети и наши близкие, они смотрели на нас, и они могли видеть не наш характер, а характер Господний, чтобы мы не были для кого-то искушением или соблазом, но они могли видеть и сказать, вот это есть человек Божий, он идет за Христом, он может спотыкаться, он может что-то неправильно сделать, но он идет обратно к Христу, кается и идет дальше за Ним. И мы можем показать этим хороший пример для наших детей и наших близких. Давайте склонимся к молитве. Аминь.